Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и сегодня мы будем смотреть очень странные игры. Некоторые из моментов, которые вы увидите в этих играх, вызвали буквально смех у их участников, ну а нам со стороны это просто кажется экой невидалью, в общем, чем-то совершенно невероятным для профессионального Старкрафта. Естественно, обойдемся без спойлеров, просто знайте, сегодня будет экшен! Мы продолжаем смотреть лучшие матчи DreamHack Masters Regionals, недавнего чемпионата Европы, можно сказать, ну фактически это такой чемпионат, который в каждом регионе отдельно проводился, и вот Европа как раз один из регионов DreamHack'а, в котором свой региональный этап завершился. Завершился он финальным противостоянием Клема и Рейнера, дуэль которых появилась на моем канале недалеко в воскресенье. Ну а что касается битвы Рейнера и Стрэнджа, то эта дуэль состоялась еще в групповой стадии, и на самом деле, ну, эти игроки чем-то похожи, мне кажется. Хотя, по большей части, конечно, ну сейчас кажется вообще даже странным их сравнивать, и любое их сравнение кажется немного некорректным. Но Стрэндж, будучи еще, там, не знаю, 13-14-15-летним мальчиком, уже был достаточно известным игроком. Вспоминается, как в 2010 году он принимал участие в финалах турнира РПЛ-4. Играет за свою команду Incredible Panic, ну и прочь ли ему большое будущее. Но как-то не сложилось с большим будущим Устрэнджа, с большим киберспортивным будущим, с большим будущим в мире StarCraft 2. А вот Рейнер, которого знали даже с еще более юного возраста, уже успел чемпионом мира стать к своим 20 годам. И, конечно, к этому противостоянию с уже очень опытным протасом, Рейнер подходит в позиции абсолютного фаворита. В позиции человека, который, в принципе, может делать что угодно и все равно с огромной вероятностью побеждать. Удастся ли Рейнеру справиться со Стрэнджем? Давайте смотреть вместе и давайте разбираться, какие билдордеры собирается играть Алексей. Ммм, быстрый Даркшрайн. Вот какой билд становится выбором Стрэнджа. Рейнер играет полностью стандартно от обороны, добыл 100 газа на апгрейд на скорость с Дергингом. Дальше, ну так, чисто минимально оверлордом полетал, посмотрел, что вообще происходит. В принципе, ничего особо интересного не увидел. Ну и, как я понимаю, сейчас Рейнер скорее исходит из того, что у соперника не Старгейд. Потому что вот Сталкер появился вторым юнитом после Адепта. В этом есть, на самом деле, определенная логика. Но, конечно, то, что там именно Даркшрайн, Рейнер знать абсолютно точно не может. У него нет ни малейшей возможности это как-либо разведать. Ну, мы видим, что Рейнер так просто с Дергингами на ключевых позициях находится. А Стрэндж-то, между прочим, поставил в прокси пилон. И Даркшрайн у него очень скоро доделается. Здесь нет ни одной споровой колонии. Поэтому, вообще, ситуация для Рейнера может быть очень неприятной. Ситуация, в которой к нему на базу придут Дарки, а он к этому будет абсолютно не готов. Но, Стрэндж очень смело выходит на третий Нексус. Адепты, так, чисто вперед тени бросили. Посмотрели, что там происходит. Опа! Ну, что там происходит в центре карты, там пока ничего не происходит. А вот, что происходит на мейне Стрэнджа, это куда более интересная история. Мы видим, что Рейнер ставит споры, понимая, что, откровенно, не хватает у соперника юнитов на базах. Стрэндж снова бросает тени вперед и выходит адептами погулять. Ой-ой-ой, отменяет тени. После чего адепты просто оказываются окруженными. Стрэндж еще и как-то очень странно здесь ставит стенку. Но, по итогу, главное следствие всего этого забегания собак, это то, что просто будет потеряна третья база, на которую Стрэндж рассчитывал. 81 лимита на 53. Вот какая ситуация нынче на карте, но понятно, что у Стрэнджа основная ставка не на то, что у него будет много лимита, а на то, что его лимит невидимок с готовым апгрейдом на блинк устроит нечто невероятное на базах Зерка. Давайте разбираться. Удастся ли это сделать Стрэнджу? 6 даков с блинком! На тайминге 5.30. Будут готовы врываться на базу Рейнера. Окей. Рейнер абсолютно не готов к происходящему. Дарки впрыгивают в спору. И я вам очень советую посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии, как выглядело лицо Рейнера в этот момент. Как раз на заставку я это вынес. Ну, Рейнер, конечно, в легком шоке, потому что последний раз блинк Дарков ПВЗ на высоком уровне на таком тайминге мы видели, ну, наверное, когда Классик на Близконе играл в том самом невероятном четвертьфинале Чемпионата Мира 2019 года. Когда Классик играл, как я выражался, кодземиальные билды в нескольких сетах подряд. Сейчас мы видим, что ситуация становится прям совсем неприятной для Рейнера. Рейнер может потереть еще одну базу, но что он делает? Его юниты исполняют какой-то танец, за счет которого Стрэнджу удается отодвинуть Даркова от хаты. Смотрите, что происходит. Зерговские юниты как-то, короче, интересно перемещаются. Так что Дарки просто вынуждены ретироваться, спасаться бегством. Казалось, что Дарки уже окружили хэтчери, но дальше Рейнер какими-то интересными трюками через перемещение юнита в холд позишн сумел этих Дарков от хаты оттеснить, и снова Стрэндж теряет третий Нексус. То есть, несмотря на то, что Стрэнджу удалось забрать у соперника его одну из трех локаций, давайте так, это не совсем третья, это как бы вторая хронологически. В целом, расклады для Стрэнджа не самые приятные, потому что это все еще две базы в две. То есть, Дарки нанесли много урона, но сказать, что они там прям выиграли игру пока абсолютно точно не приходится. Здесь уже появляется Аверсир. Но у Дарка есть блин, но почему-то Стрэндж не реагирует. У Стрэнджа пока вот... Исполнение Дарками на 10 из 10, а всеми остальными юнитами на уверенную двойку такую, знаете. Это даже не 3 с минусом, это уверенная такая жесткая двойка. Но самое интересное это, что Дарки они все еще здесь. И они возвращаются домой для того, чтобы слиться вархонов. Тут еще стоит заметить, что у Стрэнджа не просто там сколько-то имморталов, у него два роботикса этих имморталов строили. Еще 7 варпгейтовых плюс 2 на атаку потенциально. Но у Стрэнджа, конечно, всего этого добра нет. У Рейнера, точнее, всего этого добра нет. Рейнер пытается найти пилон Стрэнджа, но никак не может. Потому что где-то этот пилон спрятался. Рейнер сейчас не до конца, наверное, понимает, каким должно быть продолжение. Но пытается так немного докачать экономику. Все-таки для того, чтобы у него была полноценная трехбазовая экономика. Стрэнджа получил свою третью базу. Добавил здесь одну батарейку. Но дальше мы видим у него в заказе призму. То есть Стрэндж может пойти вперед в любой момент. Он продолжает варпать дарков, очевидно, для того, чтобы их сливать вархонов. Пролетает иллюзией. Смотрит, как там идут у соперника дела. И тут уже есть полноценная минеральная линия у Стрэнджа. Новые-новые дарки варпаются. Да, Стрэндж собирается проводить атаку имморталами, зилотами и архонами. Явно в районе четвертой базы соперника. И грейды у него могут быть плюс два на нулевые грейды оппонента. Рейнер уже понимает, что ситуация выглядит как будто бы не очень весело. И начинает активно заказывать роучей и реведжеров. Против контратак соперника здесь дополнительно фотонку ставит Стрэндж. Рейнер, естественно, с удовольствием побежит в контратаку, как только у него будет такая возможность. Но здесь доварпываются три зилоты, которые готовы при поддержке двух батареек справиться с этими лингами. Стрэндж идет вперед. Это настолько странно. Он даже криптумора игнорирует. Он не теряет ни секунды для того, чтобы перейти в наступление. И, очевидно, оставить Рейнера на трех базах это как минимум. Потому что даже драться за эту локацию Рейнер не собирается. Он потерял хату. Зато он перекопал сюда две плетки. Великолепно широким фронтом принимает сражение действующий вице-чемпион мира. Рейнер заставляет он Стрэнджа отступить. Стрэндж использует при этом очень качественно форсфилды, разделяя войско соперника на части. Но сейчас мы видим, что на самом-то деле в продолжении сражения для Стрэнджа особого смысла нет. Три базы в три равная экономика. И у соперника тут еще плюс один атаку доделался. Поэтому можно просто спокойно уйти домой реколом. Рейнер нападает и видит, что внезапно оппонент уже ушел. И ловить здесь ему совершенно нечего. Стрэндж таким образом попытается перевести игру в макро. У него готов плюс два на атаку, но судя по всему он собирается сразу заказывать плюс три. У Рейнера пошел инфестейшн пид. В реале это прям свармхосты, но в такой игре, в которой мы уже увидели, блин, дарков может быть все что угодно. У Рейнера сейчас просто гигантский лимит. Он пытается его реализовать в атаке. Тут шелдбет, реверчардж. Хороший даварп у Стрэнджа. Он пытается за счет этих своих преимуществ драться. Есть целых четыре иммортала, которые, конечно, шикарно раздают по этим роучам и реведжерам. Прилетела призма с пятым. И массы имморталы разбирают войско соперника. Уже их тут шесть. Шесть имморталов Стрэнджа. Против роучей и реведжеров Рейнера. Стрэндж отбивается. Рейнер восстанавливает свою четвертую базу, делает хайв. Стрэндж все-таки почему-то со своей четвертой не спешит. Хотя, по идее, сейчас после того, как он отбился, как минимум можно попробовать это сделать. Но Стрэндж полетел дальше куда-то воевать призмой. Напоролся на войско соперника, которое настолько опасается содержимого призмы, что, похоже, резко поменяло планы. Зато смотрите, как красиво Рейнер подстроился. Привел сюда королев в надежде просто на халяву забрать у соперника призму. Очень красиво сыграл Рейнер. И вот где будет четвертая у Стрэнджа. Именно сюда нападает итальянец. Стрэндж абсолютно не готов к этому сражению. Нексусу, вероятно, придется отменить. Зато у Стрэнджа появились первые дизрапторы. С которыми здесь тоже можно много всего интересного сделать. Новые дизрапторы строятся плюс 3 на атаку, бустятся и апгрейд на блинг. Призма и Стрэндж просто пытаются перехватить какое-то дотекание, если таковое у соперника будет. Но там дальше в планах люркеры, а дотекания прямо из роуча реводжеров как такового пока нет. Высаживаются и мы чисто поразменяться слингами и сплетками. Видим, что у Стрэнджа очень хороший боевой лимит и очень качественный. Скоро плюс 3 на атаку, куча имов дизрапторов именно роуча реводжерами. Тут, конечно, уже ничего не докажешь. Но скоро появятся вайперы. Войско Рейнера станет намного сильнее. Интересно, что Стрэндж очень комфортно себя на трех базах чувствует. Он так, знаете, не спешил ставить четвертую, как только предыдущая попытка поставить отменялась. Нет. Вот и сейчас он ставит четвертую. Тут же приходят роучи реводжеры и сносят ее. Но на этот раз все-таки Стрэндж мгновенно заказывает следующую хату. Забегание лингов. Это, понятное дело, просто для того, чтобы отвлечь Стрэнджа. Пока не удается попасть дизрапторами, Стрэндж вот сейчас забирает у соперника буквально пару юнитов. Дальше еще до варп дарков. Это что, снова для архонов? Да, снова для архонов! Стрэндж пытается собрать максимально возможное количество архонов с его экономикой. Именно за счет Даркшрайна, за счет дарков. А Рейнер продолжает шатать своего оппонента, пытаясь нанести тому максимальный экономический урон. Но на самом деле у Стрэнджа именно боевой лимит мега большой и мега качественный. Вы посмотрите на эту армию. Его армия дороже и по минералам, и по газу, и напоминаем грейды. Плюс 3 на атаку у Протаса. Пытается, конечно, более качественную армию получить и сам Рейнер, но... Справедливости ради... Ну вот он сейчас добавляет люркеров. В принципе, все инструменты против люркеров у Протаса есть. Уходит вперед Стрэндж. Он собрал, в принципе, свои почти 200 лимита и стреляет дезрапторами, и попадает дезрапторами. И как попадает? Спасается бегством. Чемпион мира 2021 года. Спасается бегством для того, чтобы здесь занять позицию на хайграунде. Вот проблема Стрэнджа в том, что обсервера нет, он не может крип почистить. То есть у соперника халявный вижен, а это очень важно для вайперов. Здесь Стрэнджу нужно быть очень осторожным. Отсутствие обсервера это проблема еще и против люркеров. На люркеров Стрэндж напасть не может. Был бы буквально один обсервер, чтобы почистить крип и напасть на люркеров. Но я не знаю, как отбивался бы здесь Рейнер. Даже несмотря на то, что у него уже грейд на люркеров готов на дальность атаки. Тут еще есть халявная хата, которую пока Стрэндж не забирает. Делаются у него сразу два обсервера. Рейнер пытается выбрать позицию как можно лучше, но он по-прежнему сидит в глухой обороне. Других вариантов сейчас у итальянца нет. Тут готова четвертая база, но, конечно, не хватает Стрэнджу скорости. Не хватает банального исполнения. Здесь он даже дизрапторами немного по своим попадает. Да, конечно, если бы по макро все было хорошо, вот эти пробки бы уже давным-давно добывали на четвертой базе. И было бы сейчас у Стрэнджа не 170 лимит, а 190-200. Макро немного подводит, но дальше идет переход в Templar архивы. И будет играть 4 базы в 4 у Протаса и Зерга. Почистить крип очень важно. Здесь много крипа. Опять же, это вижен. Это вижен для вайперов. А вижен для вайперов это абдакты. Вот такие абдакты в дизрапторах. Ни один дизраптор не успел выстрелить. Ни один. Всех до единого вытащил Рейнер. Сильнейшее исполнение от итальянца в этом эпизоде. И Стрэндж оказывается уже в очень непростой ситуации. Но он перестраивается в шторм. Он видит, что, окей, дизрапторы свое отработали. И вполне вероятно, не лучшим образом тут хата, которую в свое время еще дарки били-били, не добили. А теперь зилоты били-били и тоже не добили. 130 хитпоинтов у Хэйчери остается. Может быть, пойдет до варпуща куда-то сюда, чтобы хату снизу забрать. Но хата сверху пережила вообще всех. Да, делается шторм у Стрэнджа. Он попробует скомбинировать два источника АОЕ урона. У него, кстати, 79 пробок. Это, конечно, очень много. Не все эффективно добывают. Но глобально впервые за почти всю игру Стрэндж вышел вперед по инкому. И армия у него очень качественная. Но шторм, шторм! Где шторм? Шторма нет, и Темплер архивы не бустятся. Шторм нужен крови из носу. Потому что если не штормить этих люркеров, то что с ними делать, непонятно. Шилдбетри, оверчардж готов. Дизрапторы как-то отстреливаются. Фидбэки влетели, пока попали в одного вайпера. Всего-навсего. Люркеры широченным фронтом становятся. Пытаются найти позицию дизрапторы. Но ничего не получается. Ну где? Только сейчас доделывается шторм. Семь дарков заварпаны. Они тоже сливаются в архонов. Снова будет гигантское количество архонов у Стрэнджа. Стрэндж пытается напасть. Снова выдергиваются дизрапторы. Штормы пошли. Один дизраптор тоже попадает. Наконец-то у Стрэнджа есть все инструменты для проведения сражения. И он очень здорово нападает на эту армию Рейнера. Он разбирает войско итальянца. Но какой ценой? Какой ценой прежде всего по экономике. Потяплен четвертый Нексус. И один обсервер. Один единственный обсервер здесь у Стрэнджа, точнее. Который не достает до люркеров слева. Отступает сейчас Рейнер. Но у него в дозаказе 5 гидролисков и 70. Зерганга в атаке отчаяния от Стрэнджа. Здесь 4 биты хархона. И, конечно, они ничего не смогут противопоставить такой армии Рейнера. А GG очень любопытная и нестандартная игра. Оупенинг в Блинк Дарков. На который Рейнер отреагировал со смехом. Ну и в итоге посмеялся последним в этой игре именно он. Но что у нас будет дальше во второй игре, господа? Ох, там будет весело. Надеюсь, вы готовы к настоящему триллеру. После нашей небольшой ПВЗ-разминочки. Потому что сейчас стартует настоящая дичь. Добро пожаловать на карту Inside and Out. Здесь в правом верхнем углу появился все тот же Стрэндж. И мы продолжаем смотреть его странные игры. Пока игра начинается примерно как каждое мое второе ТВП. К которому наверняка привыкли зрители секретного агента. Излюбленный прием матч-эпи ТВП с инженеркой на натурале Протоса. Дабы не повадно было тому Нексусы ставить. Чтоб даже не задумывался. Но Стрэндж в принципе реагирует довольно неплохо. Выводит сразу несколько пробок. Еще Зилота заказывает для того, чтобы дальше Терн и не пытался поставить инженерку еще раз. Но Терна, скажу вам по секрету, такой опенинг устраивает. Потому что в итоге командный центр доделывается раньше, чем Нексус соперника. Там покатались пробки и там сделан никому не нужный Зилот. Который, ну в лучшем случае, просто, не знаю, разведает что-то. Но по факту, скорее всего, просто бездарно умрет от Рипера и все. Поэтому начало очень хорошее для Спирита. Очень такое оптимистичное. Единственное, что хорошего можно для Стрэнджа здесь сказать. Ну вот Рипер, например, не полетел никуда на разведку, правильно? То есть он вынужден вот прям далеко-далеко домой возвращаться. Чтобы Марик даже урон не получил. Чтобы вообще ни один юнит Терна, кроме СВ-шки разведчицы, не получил никакого урона. Но пока у Стрэнджа мы видим после Сталкера быстрая Сентри, заказанная. Как раз для того, чтобы нормально, полноценно Терна разведать и узнать, что там будет дальше. О командном центре Стрэндж уже знает, но его интересует продолжение. Там могут быть три барака, может быть там Фэктор и Старпорт. Кстати, очень странная архитектура, но... Слушайте, это что, стенка? Мне кажется, это не должна быть стенка. Мне кажется, тут Рипер должен пролетать. Хотя, по идее, если вот так поставить кибернетку, то действительно будет глухая стенка. Интересно. Стенка странная, но, возможно, стоит над ней подумать. То есть, если здесь реально три клетки, я что-то пока не могу никак прикинуть, но если реально три, то да, вот такой пилон, гейтвей, кибернетка, это же прям мощнейшая антириперовая стенка. В теории может быть. Ну окей, будем играть на Inside and Out, постараемся вспомнить, как ее нужно ставить. Если, конечно, здесь три клетки. Потому что тут пока непонятно. Spirit просто смотрит, есть ли у соперника третья. Здесь полетела иллюзия от Стрэнджа, для того, чтобы понять, во что дальше переходит Spirit Factory, Старпорт, второй барак. В принципе, вся информация получена. Быстрой третьей базы нет. Там какого-то быстрого Рейвена или Стелс Баншей тоже не ожидается. Тут, скорее всего, просто дропмин. Обо всем этом сейчас... Обо всем этом Стрэндж знает, естественно. Здесь Spirit контролирует, чтобы не было халявной третьей у соперника. А Стрэндж... Оооо... Стрэндж играет, ребят, ну, один из самых олдскульных билдов, которые вообще могут быть в современном ПВТ. Вот то, что Стрэндж играл против Рейнера, Блинк Дарки, это, опять же, я вам рассказывал, было в 2019 году в исполнении классиков в четвертьфинале чемпионата мира против Роуга. В одном из лучших матчей в истории второго Старкрафта. И мне до сих пор, честно говоря, безумно жаль, что у того видео, ну, реально ничтожное количество просмотров. Ну, там что-то, типа, 70 тысяч, что ли. В то время как на канале есть, я не знаю, более сотни видео, у которых там от 150 тысяч просмотров, наверное. Ну, короче, вы поняли. То есть, тот ролик, несмотря на то, что я его пиарил много-много-много-много раз уже, и каждый раз люди потом писали, О, оставь ссылку, пожалуйста, я даже специально на этот раз не буду оставлять, потому что ссылка никак не способствует, ну, плохо способствует продвижению видео. Вот если вы в поиске вобьете Classic vs. Row Galax 007 из К2, тогда, может, это хоть как-то поможет. А так, вообще, сколько не пиарил, реально, такая беда печаль у того матча 2019 года. Ну, да ладно. Че это мы тут, все про классика да про классика. Я, короче, что я вам хотел рассказать. Я вам хотел рассказать, что тот билд мы, в принципе, видели последний раз у классика в чемпионате мира, и там он, конечно, сработал очень круто, очень эффектно. Здесь тоже было эффектно, но, наверное, продолжение было такое не идеальное, и, в принципе, исполнение от Стрэнджа, конечно, не читая исполнение от корейского чемпиона. Но то, что мы смотрим сейчас, это без шуток билды прямиком из 2012 года. Вот прям классика ПВТ 2012 года. Сидим на двух базах, очень долго, просто делаем апгрейды, и пока мы 2-2 не закажем, мы вообще даже не думаем о том, чтобы высовываться там куда-либо, чтобы вообще хоть как-то какое-то присутствие на карте создавать, и даже на третью мы не выходим. Но сейчас, понятно, уже чуть другое время, и сейчас, конечно, желательно на третью базу выходить пораньше. Но даже здесь третья база ставится очень поздно, как для современного ДВП. Рэйвен, конечно, какой-то охамевший. Странно, с ним в итоге обошелся Спирит, Рэйвен забрал трех пробок, но сам погиб. Так вот, мы видим, что у Спирита третий командный центр достраивается раньше, чем у Стрэнджа третий Нексус. Большая редкость для абсолютно равного ПВТ. И на лимиты, посмотрите, лимиты 77 на 101, хотя в игре реально ничего не произошло, и Протас потерял по ресурсам в 3,5 раза меньше, чем Терран. Да, там еще Майнинг Тайм был, конечно, вот, можете, кто хочет разобраться, насколько сильно это повлияло, сколько ресурсов, значит, забрало у Протаса, но нет никакого сильного Тосовского отставания. Просто такая сильная инвестиция, две фаржи плюс колоссы. Это, конечно, очень сильно бьет по экономике, это сильно бьет по количеству юнитов. Но Стрэндж, как мы видим, так как он уже 2-2 заказал, он так чуть смелее себя ведет, он понимает, что сейчас уже можно чуть активнее будет в армию инвестировать. Спирит, впрочем, не только там какими-то юнитами в лоб пошел, он еще, как мы видим, подготовил дроп на мейн к сопернику, к сопернику, который пока к этому дропу готов очень так себе. Отметим, что блинка в этом билде нет, не то чтобы и не предвидеться, то есть, когда будет готов чардж, то будет заказан блинк, но пока блинка нет, и, соответственно, отбиваться от дропов очень тяжело. Тут пехота до стимпаки мчится отменять отсутствующий четвертый Нексус. Спириту все кажется, что что-то не так. Типа он вроде... Он даже сейчас сканет, он вроде смотрит, а у соперника армии нет, он пытается понять, а как бы вообще в чем прикол, в чем смысл. Но он должен был видеть эти две фаржи и как минимум примерно понимать, во что соперник инвестирует деньги. И Спирит просто развлекается, смотри, что он делает. Забежал кучей пехоты на натурал, забрал батарейку, разменялся с чардж зилотами и улетел кем смог. А смог, кстати, улететь практически всеми. У Стрэнджа вот из хорошего только апгрейды, то есть остальное, конечно, на лимиты просто страшные реально, когда у Терна настолько больше лимита в равной игре и рабочих больше настолько, это прям вызывает вопросы. Но Стрэндж продолжает просто катать свою тему. Вот он перешел на третью, он, значит, спокойно сидит, отбивается и заказывает уже 3-3. Стрэндж видит, что соперник готовится к обороне, а Спирит реально, то есть он смотрит, что происходит, и он такой, да не, 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 ну там атака сейчас пойдет, ну не может быть такого, что Протас именно вот просто сидит и ничего не делает. Ну просто, ребят, в 2012 году, когда появлялась эта стратегия, и когда Стрэндж уже реально играл, Спирита еще не было в Старкрафте. Не знаю, там, играл ли он как любитель, там, в компанию или еще что-то в этом духе, но понятное дело, на профессиональном уровне он еще и близко не играл, и даже не думал над этим наверняка, поэтому он просто, он реально не понимает и объективно, наверное, не должен, не может понимать, что тут происходит. Задача Стрэнджа тупо сидеть, делать апгрейды и строить качественных юнитов, и потом этими качественными юнитами пойти в просто убийственную атаку и в идеале получить грейды 3-3 на 1-1, что вполне возможно в текущей ситуации, потому что плюс 3 на атаку уже на середине, а 2-2, как мы видим, только недавно были заказаны, и да, 3-е апгрейды делаются дольше, но не настолько, и бусты еще есть. Спирит продолжает при этом глубочайшую эшелонированную оборону собирать, понимая, что, ну, какая-то фигня тут происходит, и это точно, вот, протас, вот точно же должен напасть, потому что он так сильно не достраивал экономику, даже газов на 3-е не было. А то все не нападает, и не нападает, и не нападает, и Спирит уже такой, так, ну ладно, давайте еще раз попробуем подропать, но там уже есть блинг, поэтому теперь так просто Спирит не улетит своими медиваками. Стрэндж забирает 2 медивака с пехотой соперника, и наверняка получает такой буст уверенности, помимо очередного буста фаржи, естественно. У Спирита уже появились гасты, у него там 2-й старпорт, 6-й, 7-й, 8-й барак, все необходимые апгрейды, все у Спирита есть. На 4-ю базу он уже перешел сам. Опять же, все базы Терен берет раньше, чем протас, и это очень странно по меркам современного ПВТ, но... Че страшного? У протаса официально доделываются 3-3. Реально есть тайминг, микроскопический, но есть тайминг, с грейдами 3-3 на терановский 1-1. Вот только, боюсь, Терендж его уже не поймает. Вот, давайте засекать, сколько времени пройдет, сколько будет конкретно... Ой, ну тут 12 секунд, да? 11-12 секунд с 3-3 на 1-1, который мог бы в теории использовать Стрэндж. Там, поверьте, там если армия схлестнутся, от армии Терна тупо ничего не останется, вообще ничего не останется. С 3-3 на 1-1 равные боевые лимиты. Ну, сейчас уже 2-2 готово у Спирита, и Спирит чуть расшатывает соперника либераторами и идет вперед своим войском. Как бы у Спирита-то грейда доделались, лимит уже есть, че ему сидеть ждать. Правильно Спирит рассуждает? Он говорит, так, ну ладно, давайте что ли в атаку перейдем. Посмотрим, что из этого получится. Хорошая инициирующая ЕМП, но Стрэндж, конечно, ничего не боится. Ого! Видали, как танки дизрапторов размазали вообще в считанные секунды. Красиво, конечно, сыграл с точки зрения микроконтроля Спирит, но 3-3 на 2-2 все-таки тоже сказывается. Колоссы, сталкеры очень хорошо воюют и выигрывают в этом сражении юниты Протаса. Сейчас Стрэндж попробует обозначить контратаку. У него всего 8 варбитов, этого недостаточно для того, чтобы сразу все ресурсы потратить. Но Стрэндж потратил ресурсы для того, чтобы еще Колосса, еще и Мортала заказать в своей армии. Спирит тот пытается спасти танк и спасает в самый последний момент. Красивейший эпизод, очень здорово сыграл Терен. Сможет ли он остановить наступление Стрэнджа? Давайте разбираться. Стрэндж собирается идти вперед. О, танк этот все еще стреляет, но в итоге Дезераптор прикончила его и всех осевишек, которые его чинили. Стрэндж даже дизов добавил для того, чтобы его армия была еще более страшной. Викинги пытаются разобраться с Колоссами, но пока не очень здорово получается. Колоссы жгут. Да, не только пехоту, но и осевишек. Но это в принципе тоже нормальный вариант для Стрэнджа прямо сейчас. Потому что экономика Стрэнджа чувствует себя в полном порядке дома. Его 4 базы хорошо добывают. Да, там опять неоптимальное распределение рабочих. Где-то газ не качается, где-то переизбыток на минералах. Но Стрэндж, понятно, что исполняет не на уровне чемпиона мира. И даже может не на уровне Спирита. Но пока уровня исполнения более чем достаточно для того, чтобы дать сопернику очень хороший бой и забрать его планетарную крепость. И какое решение принимает Спирит? Спирит просто вкалывает стимпак всей армии и стримглав мчится в контратаку. Какое решение примет Стрэндж? Что-то возвращается домой реколом, но прямо в объятие термоновской армии. Что происходит? Стрэндж просто рекольнулся в пехоту. Под мародеров со стимпаком. Да, 3-3 на 2-2. Да, это решает. Но настолько ли сильно? Все колоссы были уничтожены. Сталкеры, зилоты при этом выжили. Фуааа. 144 лимита на 123 по итогам всего этого безобразия. У Стрэнджа 4 базы. Он дозаказывает пробок. Он заказывает колосса. Медиваки висят в мертвой зоне. Продолжит идти вперед Стрэндж просто той армией, которая у него осталась. Он будет призывать темплеров, превращать их в архонов и нападать вместе с ними. Снайперские выстрелы от Гастова уже просто по зилотам, чтобы хоть как-то эту атаку ослабить. Но ничего не получается. Стрэндж тут очевидно пробивает. Спирит в свою очередь высаживается на третьей базе Стрэнджа. Пытается хоть как-то спасти игру. У Спирита меньше боевого лимита. 3-3 у него так и не были заказаны, поэтому он еще и по грейдам отстает. И ситуация в этом плане лучше не станет. Все, что пытается здесь делать Спирит, он пытается навязать сопернику размены. Это его единственный шанс. На мэйне, кстати, тут очень хорошая оборона такая. Есть танк сзади, но до него таки дотягиваются сталкеры Стрэнджа. Есть куча пехотинцев, которые стоят в прекрасной позиции. И Стрэнджу приходится уважить эту позицию Спирита. А рекол это нет. Рекол на кулдауне. Здесь появился еще один колосс, но мгновенно становится жертвой мародеров. Великолепный контроль от юнитов Спирита, которые выстроились в линеечку для того, чтобы получать минимум сплэша от колосса. Вы же знаете, что сплэш колосса вот перпендикулярен линии от самого колосса до его цели. Такой небольшой урок математики победы. Одной старой доброй книги из 2015 года. Стрэндж возвращается домой, чтобы отбиться от этого дропа. Он-то отобьется. Но в этот момент еще один дроп Спирита врывается на четвертую базу Стрэнджа. И Стрэндж потеряет свою главную добывающую локацию, вследствие чего он просто остается без экономики. Все, что у него есть, это 56 пробок на четырех минеральных кристаллах. Окей, там на мейне еще один самый последний, который буквально через полминутки закончится. И у Спирита внезапно уже больше боевого лимита. И добыча у Спирита есть, причем на двух разных базах. Ситуация для Стрэнджа резко выходит из-под контроля. Посмотрите на разницу по добыче, как сейчас график резко окрасится в синий цвет. И посмотрите, что произошло с армией. Просто потрясающий кризис-менеджмент от Спирита, который полностью игру переворачивает. Что будет делать Стрэндж? Да, как обычно, у него-то грейды 3-3 есть, поэтому F2, клик и поехали. Че нам сидеть думать, че рассусоливать? Вперед надо идти! Здесь восстанавливается Нексус на такой уже довольно изрядно прохудившейся базе. Это, впрочем, тоже не самое свежее, но там ресурсов все же поболее. Тем не менее, главное чаяние Стрэнджа здесь, в этой атаке. Он знает, где у соперника добыча. Он сразу вырывается немедля в эту орбитальную станцию. Спирит тут же высаживает пехоту и отправляется именно сюда, именно на эту локацию. И в это же время три дропа прилетают на натурал. Спирит просто очень жестко играет в одни только размены. Его интересуют только размены. Больше ничего, он не собирается драться с этим войском в лоб. Он прекрасно понимает, что это абсолютный бесперспективняк. Только размены, только хардкор. Вот он план польского Терна. Здесь минус Нексус последний. Нексус у Стрэнджа остается, самый распоследний. Есть, правда, минералы на новые. Есть еще пробки, как красиво! Спирит колосса снайпит колосс! Колосс уничтожен. Спирит тупо всю пехоту разменял на одного колосса. И, возможно, оно того стоило. У Стрэнджа, впрочем, больше боевого лимита. И Спирит уже взлетает всем своим продакшеном. Пытается спасти хоть одну орбитальную станцию. Одна орбитальная станция здесь. Стрэндж о ней не знает. Стрэндж пока просто фокусит бараки. Сам Стрэндж все Нексусы потерял. Его пробки здесь. Пробки приехали просто на мейн оппонента. Прилетает сюда! Апсервера удается забрать эту мину. Но мина напоследок пробила призму, которая еле выжила на 8 хп. Спас одну орбитальную станцию Спирит. У Спирита еще есть шанс камбэкнуть в плане экономики. Все строения Стрэнджа раскрыты. Но он тут же ставит новый Нексус. И Спирит знает, где у Стрэнджа будет новый Нексус. На очень сильно разобранной базе. Давайте так. На базе, которую Спирит уже хорошо подобывал. 64 боевого лимита на 53. 24 пробки на 16. По числам у Стрэнджа все неплохо. А Спирит собирается обосноваться в левом верхнем углу. Самое время, кстати, поменять игроков местами. Теперь Спирит сверху, Стрэндж внизу. Что за жесть тут происходит? Спирит возвращается домой всеми зданиями, кроме двух. Факта и Старпорт. Остаются здесь. Остаются на старом мейне поляка. Кстати говоря, здесь еще не обесточен роботикс. И есть питание на одном варпгете. И можно восстановить питание на серии других зданий. У Стрэнджа будет такая возможность. Но для начала, конечно, Стрэнджу нужно, чтобы просто возобновилась хоть какая-то добыча. Оба игрока в глубочайшем сапплай-блоке. У Спирита пошла добыча. Ноль! Видали? Ноль была добыча целую минуту у обоих игроков. Но сейчас начал добывать Спирит. Армия все-таки побольше у Протаса. И покачественнее. Мы видим, она чуть ли не в два газа дороже. В два раза дороже по газу. И процентов на 25 дороже по минералам. Здесь очень неприятно для Стрэнджа, что база-то прям быстро будет истощаться. Смотрите, один кристалл истощится прямо сейчас. В то время как у Терна тут база свежачок. Стрэндж с ней еще не подобывал. Потерял кучу сапплаев, безусловно, Спирит. Сейчас, мне кажется, даже больше, чем протос пилонов. Давайте сравним. Да, 20 сапплаев и еще 4 командных центра, а там 4 Нексуса и 16 пилонов. Опа! Королева Разменов. Невидимая баньша. Заказана у Спирита. Пока и близко не начала строиться, потому что, как бы, понятное дело, здесь нужно выйти из сапплай-блока, но тем не менее. Стрэндж только что сделал подшаг, забрал у соперника Медивак в обмен на хитпоинты сталкера. И в целом здесь Стрэндж явно планирует немного повоевать, побегать, попрыгать. Постоянно Спирит бросает такие инициирующие ЕМП, пугая Стрэнджа. У Стрэнджа вновь сталкер едва выживает. Три сталкера на красный ХП, причем два из них натурально на двух ХП выжили. Баньше уже заказан невидимый. Стрэндж об этом ничего не знает. Тут дроп, о котором Стрэндж тоже не знает. Но у Стрэнджа рядом арми, он просто делается отдачей пары пробок. Это абсолютно не страшно. Есть колосс на хайграунде, поэтому Спирит тут особо ничего не добьется. Сталкеры возвращаются домой. Этот дроп Спирит явно сделал для того, чтобы как раз заставить сталкеров вернуться. И Спирит понимает, что сталкеры ушли и что у его юнитов есть немного больше свободы. Еще одну бывшую базу соперника берет Стрэндж. Честно говоря, мне кажется, что, может быть, более удачным решением было бы взять базу здесь, чтобы сблизиться с Тераном. Потому что Теран ведь продолжает на разменах играть. Продолжает дропать активно. Но Стрэнджу кажется, что, возможно, это не лучшая идея. Он хочет взять именно эту локацию. При этом он объединяет армию и идет вперед. Так-так-так. А здесь невидимая панша. А что по детекции? Есть один опс. Вот он. Прямо над армией Терана. Так, секундочку. Теран вполне вероятно ждал скана, но сейчас он резко вкалывается в тимпак и убегает. Удастся ли пробить все эти бункеры? Еще и при поддержке Либератора. Вот в чем вопрос. Но при этом, какой урон в ответ нанесет Теран, пока прота здесь будет пробивать. Это тоже вопрос очень интересный. Пока просто минус два рабочих на мине. Помните, кстати, мы говорили, насколько важно, что один колосс был уничтожен. Представьте, сейчас было бы два колосса, а не один. И они бы с двойным уроном поливали все эти бараки, бункеры и так далее. Вот две баньши врываются. Кстати говоря, посмотрите на эту жесть. У пробок плюс три армора, поэтому они выживают. После сдвоенной атаки баньшей. Очень прикольно. Рекол прям под мину. А представляете, обсервер бы рекольнулся. И попал под сплэш мины. Такое уже не раз было, когда обсерверы на сплэш от мины умирали. 15 пробок остается у Стрэнджа. Все еще 67 боевого лимита. Ой-ой, а баньша-то вернулась. А Стрэндж-то ушел. А что такое? Почему и куда ушел Стрэндж? Баньша возвращается. Она не потеряна, если что. Стрэндж возвращается чисто двумя сталкерами. Я понимаю, что там уже вроде баньша такая полумертвая должна быть. Сталкеры прыгают, но все равно баньшу не забирают. Стрэндж не понимает, не знает, где у соперника продакшн. Снова мина закапывается на хайграунде. Куча приключений для Стрэнджа. Как же Спирит играет этот размен. Спирит продолжает клепать баньшей. Стрэндж находит мину. Что по баньшам. Видимо, та, что на красный хп была таки уничтожена только что. Поэтому Стрэндж получает еще одну возможность напасть на соперника. Если, конечно, он сильно этого хочет. Тут уже в Старпорт на реакторе есть. Посмотрите на эту новую базу Спирита. Это, конечно, очень плотная такая, знаете, шанхайская застройка, я бы сказал. В исполнении польского Терна. Тут очень тесно. Тут просто невозможно пройти по нескольким направлениям. И бункеры кругом. Какие же мощнейшие укрепления выстроил поляк. У него, между прочим, пять бараков. Это более чем достаточно для того, чтобы с двух баз уже качать. Он успел и второй командный центр поставить. Да, у Стрэнджа вроде бы типа тоже формально есть две базы. Но у Стрэнджа, вы понимаете, тут максимум одна минеральная линия полноценная. Стрэндж в обмен на четыре пробки сейчас забирает очень серьезную часть. Юнитов Хараса соперника. И, наконец-то, сейчас Стрэндж найдет. Найдет этот Старпорт. Но Стрэндж уже начинает проигрывать по боевому лимиту. Зато он дублирует здесь Роботикс. И он, кстати, тут уже все пилоны продублировал. Вот это косяк от Спирита. Спирит, конечно, должен был бы посмотреть, что там происходит. Стрэндж восстановил себе четыре варпгейта. Так что у него тоже продакшн более чем достаточный сейчас. Боевые лимиты выровнялись. Подождите, а здесь что? Стрэндж в два чну забрал того сталкера и не нашел продакшн оппонента. Ёлки-палки. Какую мы игру смотрим, господа? Спирит, конечно, понял, что есть какая-то халява у соперника. Прибежал морпехом, пока не особо что-то нашел. А тут, кстати, снова мины, обратите внимание. Да, еще четыре убийства. Стрэндж снова идет вперед. Идет пока чисто защищать свою робу, но он прилетел апсервером, разложился и, кажется, уже понял, что соперник на следующую базу перешел. Это неприятная история для Стрэнджа. Здесь либератор прилетел харасить. Да ладно, помните того либератора, который в обороне был у Спирита? Теперь он прилетел харасить. И здесь еще мина, залп дала, еще минус шесть рабочих для Стрэнджа. У Стрэнджа 19 пробок на 38 ССВ было только что. Стрэнджу нужно идти вперед, но у него больше боевого лимита. И у него все еще грейды 3, 3 на 2,2. И это необычайно важно. Нет гардиан шилда в этом сражении. Это плохо для Тоса. Зато есть один колосс, который просто нереально жестко выжигает этих морпехов и СВ, которые также пошли в атаку. Размин идет просто до последних юнитов. Такое ощущение, что Спирита немного больше. Пошел Довар, буквально пара зилотов, отступает Стрэндж. Колосс пока живет. У Колосса 16 убийств. Уже у Спирита много юнитов битых. Еще с другой стороны подошел один сталкер. Можно продолжать делать Довар на поле боя. Колосс продолжает жить. Колосс продолжает жечь. У Спирита буквально пара мародеров остается. Еще пара мародеров подбегает. Стрэндж выигрывает сражение. 44 лимита на 49, 25 на 25 боевого. Стрэндж продолжает преследование войска соперника. Орбиталка горит. Спириту нужно ее чинить. Чинить. Чинить орбитальную станцию, иначе ее добьют. Орбитальная станция возвращается. Спирит начинает ее чинить. Но Стрэндж тут как тут. Забирает одного рабочего. И... И забирает орбитальную станцию. Вот это беда. 21 СВ на 19. Эта локация тоже скоро закончится. У Стрэнджа выжил Колосс. Три Сталкера. Три Зилота. В очередной раз играет именно в размен. Спирит рискнет ли делать рекол Стрэндж? Нет, не рискнет. Он понимает, что он на этом может просто Колосса потерять. Кибернетку забирает у соперника Спирит. Чтобы не мог Стрэндж варпать Сталкеров. Четыре Сталкера есть. Ну, это такое довольно внушительное все еще количество по меркам нашей игры. Минус Нексус. В обмен на минус орбитальную станцию. Базы примерно одинаковые свежести, мне кажется. Хотя, похоже, что база Терна еще какое-то время полноценно подобывает. А дальше, видимо, Терн попробует прилететь. Потому что денег на новый командный центр, я думаю, он уже не соберет. Стрэндж варпает Зилота. В других вариантов у него нет. Кибернетку, возможно, придется ставить. Да, Стрэндж снова пытается понять. Ну, откуда, откуда, откуда вся эта фигня? Но он снова не догадался проверить. Эту Фэктори и этот Старпорт, которые здесь находятся. Стрэндж идет в атаку. Гост Академию Спирит ставит на 28-й минуте играть. Решил, что без ЕМП никуда. Тут, кстати, дроп возвращается и собирается лететь на главную, единственную базу Протаса. Пока Протас идет своим войском вперед на мейн Спирита. Так. Ну, здесь, мне кажется, уже без Рекола будет никуда. Или снова Размен. Или снова Размен. Что решит Стрэндж? Стрэндж возвращается Реколом. Это очень опасно. Это необычайно опасно. Но все-таки убегает Спирит. Спирит попытается сохранить свою армию по максимуму. Он начинает кайтить этих Зилотов. Колосс, естественно, не будет успевать за этой погоней Зилотов за пехотинцами. Много пехоты теряет Спирит. Боевые лимиты очень близки. Спирит объединяется с дотеканием. Зилоты еще раз чарджились на Мародера. Мародер выжил на 5 хп, но потом добили его сталкеры. Здесь красиво Стрэндж смина исправляется. Да, без сплэша. Просто по одному Зилоту попало и все. Основа армии Стрэнджа это именно Зилоты. 12 Зилотов, 4 сталкера, 1 колосса. Там 6 мародеров и 16 марпехов при поддержке 4 медиваков. Спириту надо просто кайтить и бегать. Бегать и кайтить, кайтить и бегать. Ведь он именно этим и занимается сейчас. Не забрал одного Мародера, но дальше просто улетел в мертвую зону. Продолжает Стрэндж как-то добывать. Здесь у него все еще есть довар. Здесь перелет. Перелет орбитальной станции Спирита. Стрэндж это видит. Какое решение он примет? Будет ли защищать свою базу, где осталось всего-навсего 11 пробок? 229 рабочих потеряно за 29 минут этой игры. Зилоты прибежали. Ой-ой-ой, тут призма. А тут призма с четырьмя зилотами. Там появились гасты у Спирита и снайперские выстрелы. Вот для чего гасты. Гасты даже не столько ДМП, сколько просто для снайперских выстрелов по чардж зилотам, которые составляют основу армии Стрэнджа. Ведь потеряна была кибернетка. Тут единственное, что можно Иммортала заказать. Вот еще что может построить Стрэндж. Но Иммортал против по сути Мазгастов и Марпехов наверняка не лучший юнит. Будет ли еще одна атака от Стрэнджа? Нельзя давать сопернику так жестко добывать. Нельзя. Стрэндж идет вперед. Спирит как раз возвращается. Стрэндж это видит. У него единственный обсервер именно в этой части карты. Спирит просканил правый низ. Понимает, что соперник почти не добывает. Что будет делать Стрэндж? Он понимает, что Спирит сейчас пытается объединиться со своим основным войском. И Стрэндж попытается дать сопернику финальный бой. Он идет вперед. Призма с Колоссом. Колосс, Колосс, Колосс спасается в Призме. Пошло сражение. Зилоты вбегают в пехоту. Колосса Призма подвезла прямо на поле боя. Зилоты очень красиво окружили пехотинцев. Но дальше Стрэнджу приходится спасаться бегством. Там очень много юнитов у соперника. Можно тем не менее продолжать делать до варпы. Да, у Стрэнджа пока хватает денег более чем. Я не знаю, что тут произошло. Куда уехали пробки? Куда уехали пробки? Стрэнджа там почему-то добывает намного меньше рабочих, чем должно. Я ничего не понимаю. Кроме того, что сражение здесь продолжается. Призму! Призму забрал только что Спирит. И Стрэндж признает свое поражение. А пробки вообще куда уехали? Что с ними? Где, где, где они? Они куда поехали на мейн? Потому что Стрэндж думал, видимо, что сейчас будет еще один размен. Вот это да! Ну и здесь, конечно, если бы чуть раньше сложил призму Стрэндж, он бы мог продолжать все это кайтить. Но потеря призмы с Колоссом это, безусловно, конец. С Джиджи Спирит выиграл невероятную 31-минутную зарубу, по итогам которой был уничтожен 251 рабочий и суммарно 711 юнитов. Вот такая сумасшедшая игра, смею надеяться, господа, она вам понравилась. Для вас работал Alex007. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь отзывами в комментариях, становитесь спонсорами. До новых встреч! Всем пока и удачи! Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok